Друзья, всем привет! Совсем недавно мы рассказывали вам о том, как можно изменить цвет шкафа из LDSP, из того материала, из которого сейчас делается большинство недорогой бюджетной мебели. Мы перекрасили свой темный шкаф венги в белый цвет, и вот здесь я прикрепляю ссылку для того, чтобы вы могли ознакомиться с той подробной инструкцией, если вы ее еще не видели. Сегодня же мы будем менять цвет наших ламинированных кухонных фасадов. Фасады нам уже надоели, мы хотим сделать их другого цвета, будем перекрашивать их в белый цвет для того, чтобы освежить кухню, и о том, как все это будет происходить, я вам расскажу в этом видео. Я не профессиональный строитель, если вы смотрите это видео, значит у меня все получилось, ну, соответственно, и у вас получится. Теперь немного расскажу о шагах, которые мы будем осуществлять в процессе переделки фасадов нашей кухни. Первое, что нам необходимо будет сделать, это зачистить поверхность глянцевую и придать ей матовость. Для этого мы будем использовать наждачную бумагу, вот такая обыкновенная наждачная бумага, 320 абразивность, и вот этого листочка на эти три фасада нам вполне хватит. После этого мы помоем фасады для того, чтобы на них не было пыли. После мытья фасады необходимо будет обезжирить. Будем использовать вот такой, самый обыкновенный обезжириватель, он стоит 50 рублей, там в каждом строительном магазине он есть. После этого самый важный момент. На фасады мы нанесем высокоадгезионную колеруемую грунтовку. В прошлый раз я использовал грунтовку производителя Тикурил, она называется ОТЕКС, это не реклама, я с ним не сотрудничаю, можете найти любую другую грунтовку, но эта грунтовка держится классно, мы это уже проверили, и будем использовать ее и здесь. Нанесем два слоя этой грунтовки, дадим 12 часов этой грунтовки просохнуть, и после этого мы покрасим наши фасады вот такой моющейся водно-дисперсионной белой матовой краской. Почему моющейся? Потому что это кухня. В том видео, где мы перекрашивали шкаф, мы использовали латексную краску, потому что требования к поверхности шкафа в спальне немного другие, они не такие, как здесь на кухне, здесь необходимо будет помыть, протереть, поэтому здесь вот такая моющаяся водно-дисперсионная белая матовая краска. Ну, что ж, будет еще один небольшой сюрприз, у нас есть вот такое стекло на посудном шкафе, его мы тоже переделаем, а как мы его переделаем и что это будет, вы увидите в конце видео. Приятного просмотра, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ну а мы пошли работать! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, друзья, наша грунтовка высохла, прошли сутки, и поверхность наших фасадов теперь имеет вот такой вид. Это очень хорошая поверхность для того, чтобы сверху на нее положить несколько слоев краски. Сцарапнуть грунтовку ногтем уже не получится, она очень крепко держится, ну, соответственно, и краска будет также крепко держаться. Как я и говорил, мы будем использовать вот такую интерьерную моющуюся краску, нам этого объема хватит на несколько таких кухонь, и будем красить тем же самым велюровым валиком, которым грунтовали поверхность наших фасадов. Валик я помыл с растворителем, он у меня чистый, мягкий, и теперь можно приступать к нанесению первого слоя краски на наши фасады. Продолжаем. Продолжаем. Вот у нас высох первый слой краски, теперь наши фасады выглядят вот так. Покажу вам ближе, как ложится краска. Пока еще можно что-то понесть, потом, когда она станет совсем белой, будет вообще непонятно, как она выглядит. Краска ложится ровненько. Я думаю, что еще нужно будет положить пару слоев краски, и рисунок у нас перекроется, и фасады станут чисто белыми. Все, у нас остался последний четвертый слой. Сейчас мы сделаем финальное перекрытие, оставим на час посушить наши фасады, и будем переходить к монтажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну вот и подошел к концу наш проект по изменению цвета нашей кухни. Как и планировали, мы перекрасили наши фасады в белый цвет. Получилась вот такая легкая, светлая, воздушная кухня. Я результатом очень доволен. Делал это все сам, не привлекали никаких специалистов, не использовали сложные материалы и инструменты, значит и у вас все получится. Просто смелее берите и делайте. И сюрприз, о котором я вам говорил в самом начале, это вот этот большой стеклянный посудный шкаф, который мы переделали, но немного по-другому. Мы не стали его красить. Я заклеил стекло черной матовой самоклеющейся пленкой, и вот этими своими руками сделал на нем геометрию оленя. Получился такой своеобразный скандинавский стиль. Я охотник, и мне этот стиль и колорит очень близок. Надеюсь, он и вам понравится, и вы оцените нашу новую кухню по достоинству, поставив лайк под этим видео. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Сережа Бакарди и канал Новая Охота. Всем пока! Пока!